Сегодня, на самом деле, будет такая специфическая тема, не характерная для наших семинаров. Вначале я озвучу примерно, о чем будет речь. Речь будет идти вот у нас недавно. У нас, я говорю, в России, православная середина была полемика такая. Можно ли принимать ИНН, полемика связан с тем, что в паспорте шестерки, например, Русь, может и паспорта нового российского. Как быть с этими штрих-кодами и прочее. И на самом деле во всем этом пьется такое некоторое безумие, как кажется. И многие люди даже с этими вопросами дело даже иметь не хотят. Мало ли кто как-то с ума сходит. На самом деле я этот вопрос изучал, и у меня есть иногда такие пристрастия к особого рода специфическим темам. Мне просто когда надоедает чем-то заниматься, я занимаюсь такими вещами. Так сразу скажешь, что у тебя ИНН есть. Вот скажи это. Да это не важно, я же не христианин же, правильно? Там три раза по три шестерки. Я не буду сейчас рассказывать, где в паспорте находится. Шестерки, наверное, все знают, что на каждой странице, там, вокруг каждой цифры, можно увидеть шестерки, и что слово «Россия» на каждой странице тоже состоит из шестерок. Ну, в общем, можно с этим ознакомиться в интернете, в общем, это такая существующая тема. Какое-то четверо еще, кольцо или кого-то? А, там еще, да, там еще много что есть. Там, во-первых, два робика, которые символизируют икону Божьей Матери, по-моему, авант. Это то ли Адидид, или какая-то Божья Матерь, да, и она находится в обрамлении такого пламени, которое связано с пламенем Бафомета. Ну, там какие-то есть каббалистические символы, связанные с змеей, оплетающие там, оплетающие основание, там, это жезло, там, еще какие-то каббалистические символы. Ну, то есть, там, собственно, вот в этом значке, там уже много какой-то каббалистики обнаружится. Собственно, этот вопрос не давался там, это не очень любопытно там. Ну, есть, как бы, определенного рода, видимо, во всем этом какая-то, наверное, провокация со стороны властей. Ну, считается, что у нас власть, она масунская, да, и вообще существует мировое правительство, и что наша страна, есть даже версия, что наша страна уже давно потеряла суверенитет, и, собственно, как бы находится, является провидцией огромного вот этого всемирного спрута, да, которого там всемирного, там, финансового, какого-то мирового государства, да, в котором мы просто представляем собой вот некоторые только отдельные, как вот это... Подразделение. Да, подразделение. Ну, это, как бы, так, отклонение. На самом деле, суть вопроса меня интересовала с точки зрения того, как христиане видят мир. То есть, вот то, что связано с этими паспортами, сами там паспорта, конечно, там, сами вот... Почему ИНМ, как бы, не принимают? Потому что логика такая, что вот при крещении человеку дается некоторое имя, да, и это имя там записывается в книге жизни. Единственное, как бы, существо, которое в Библии обозначено цифрами, это вот Сатана, да, как бы, там, число дверей, 666, все знают. И поэтому, когда, если кто-то, как бы, вдруг получает вместо имени и число, то тем самым, как бы, он вычеркивается, как бы, из книги жизни, да, и записывается книгу смерти, как можно вводится, да. То есть, таким образом, вот этот вот... Я пока рассказываю некоторые уроды как безумные вещи, а потом просто объясню, просто некоторое введение нужно было в это... В том, о чем будет речь идти, да. И поэтому неизбежно вводит вот такой, слегка такой безумный разговор, просто нужен будет, да. Но на самом деле, если вдуматься в христианстве, на самом деле безумие всегда обыгрывается с мудростью, да. Потому что мудрость мира и есть безумие перед Господом, там, и наоборот, там, да. То безумие, как бы, в Боге, на самом деле, есть, как бы, мудрость. То есть, можно в Евангелии такие вот образы, такие вот переходы найти. Так вот, в чем, как еще безумие состоит? Безумие состоит в том, что вот нельзя принимать... Ну, не безумие в Боге, а безумие в мире, есть мудрость для Бога, как-то... Ну, что так сказать? Ну, вообще... Безумие в Боге, это и... Христиане. Нет, не так. Мудрость мира и всего есть безумие... Мудрость мира и всего. Как там сказано? Мудрость мира и всего есть безумие перед Богом. Да. Да? Не думаю. Нельзя принимать, там, пенсионное свидетельство, потому что это тоже определенного рода номер, да. То есть, тем самым, сатана, дьявол, как бы, вот, он находит себе своих последователей, да. А много это в России сильно распространено? Много на воду у пациентов? Сейчас я до этого говорю. Просто дело же идет не о том, что я пытаюсь какой-то социологически почувствовать. На самом деле, я просто покажу, на самом деле, что в сущности христианства такого рода воззрение, оно просто существенно. Что-то не так просто случилось, что какие-то люди вдруг православные, да, сошли с ума среди общего, как бы, благодействия, да, среди общего, там, нормального состояния, вдруг кто-то просто, как бы, там, да, что-то с ним случилось. А дело в том, что само христианство таково, что оно должно именно постоянно образовывать вот такие вещи. И такие вещи случались в древности, и такие вещи случаются сейчас. И, собственно, смысл христианства состоит. Ну вот мы до этого дойдем, да. Так вот, какие там еще есть? Нельзя принимать, сейчас вот собирается новый документ ввести, там, универсальную электронную карту, да, вот, какой-то будет, эта карта, она будет и документом, с помощью которого можно будет обращаться к правительству, получать всякого-то там, другие документы там, а он же будет и, как бы, и свидетельством определенного рода, и банковской карточки, то есть на него может быть деньги печать и прочее, но это такой универсальный документ, в котором будет изображена вот вся информация о человеке. И люди беспокоятся о том, что тем самым, как бы, вот мы впадаем в некого рода электронное рабство, новое рабство, вот. То есть было когда-то в свое время телесное рабство, да, вот сейчас возникнет новое электронное рабство. Смысл-то состоит в том, что если от, как будет, впоследствии предполагается отказаться вообще от наличных денег, и любого человека можно будет, любой человек может быть манипулировать в том смысле, что, поскольку он, нахуй, все его, как бы, вся его информация о нем, и все его деньги находятся в электронном виде, может быть, карточку как-то там аннулировать, там, или как-нибудь его заблокировать, и человек уже ничего не сможет не купить. Ну, как в апокалипсисе написано, да, вот, когда будет поставлен на лоб и на руку печать зверя, да, то нельзя будет ничего там, без этой печати ни купить, ни продать, ничего нельзя будет сделать. Вот, да, вот, есть такая, такие высказывания, такие пророчества в откровении и ана. Ну, вот я вот примерно рассказал, какие есть проблемы, да, на самом деле теперь вот к сути самого вопроса. Дело в том, что с незапамятных времен в христианстве, и даже до христианства это тоже наблюдалось, если верить Иосифу Флавию, да, вот он подразделяет, что... В иудаистской философии было четыре течения, там, это фарисеи, саддуки, есеи и зелоты, или сикари, да, наиболее такое вот радикальное направление. И дело в том, что вот эти есеи, они, на самом деле, были соглашатели с властью, они считали, что, как бы, всякая власть от Бога, да, и надо ей подчиняться. То есть, и это вот соглашательство с властью, оно перешло, собственно, и в христианство, то христианство, которое мы сейчас знаем. Сейчас, на самом деле, главное, если мы, как бы, открываем Евангелие, и, как бы, встает вопрос о власти, да, то у нас, как бы, написано в Евангелии, да, что мы должны подчиняться власти, то, что всякая власть от Бога, да, и что всякая власть поставлена Бога. На самом деле, как бы, существовало другое направление, направление зло, которые считали, что существует только единственная власть, да, и существует единственная цель, это Бог. Никакая человеческая власть над людьми, она быть не может. То есть, то же самое сетата, что всякая власть от Бога, она понимала с том смысле, что, на самом деле, только Бог единственный властитель. что земные власти это не власть это просто узурпировавшие какие-то князьки там какие-то да они на самом деле их можно не слушать они никакого права власти не имеют тут и собственно в этом состояла идеологии частности потому что были разные направления частности была идеология зелота по крайней мере как об этом пишет иосиф лавин так вот христианстве на самом деле который наследует всем этим философским учением если верить евангелию то там среди прочих учеников был также симон канонит симон канонит один из учеников симон-симон can only так вот этот канатского канонит на самом деле это и оттуда ли с араме и сквытулись какого-то другого языка о общем предреждение лиского означает на самом деле зелота сильно на самом деле от на один из учеников у иисуса христа был зелота вообще весь версия что вот этот что их учеников было двенадцать то на самом деле надо понимать, ну это, кстати, некоторые исследования так считают, что каждый ученик – это на самом деле не есть отдельный человек, а есть отдельного рода партия. И просто каждый любёт, а там Андрей и так далее – это определённого рода представители партии. И среди прочих партий, в числе учеников, Иисуса существовала и партия Зелона. Так что надо понимать? Вот в христианстве эти два направления были, и на самом деле до сих пор они в Евангелии представлены. Да, есть два вида в Евангелии отношения со властью. Одно – компромиссное, когда нам надо власть признавать, а другое – некомпромиссное. Почему? Почему это происходит? Дело в том, что в Евангелии четкая линия проведена между миром земным и миром небесным. То есть между тем, что на земле правит дьявол, ну вот, допустим, взять цитату из… чтобы это понять. Это цитата, то есть Евангелия от Луки, да, вот когда Иисус Христос простился сорок дней пустыни, там, и к нему приступил дьявол и говорит, «Тебе дам всю власть и славу мира, да, потому что она предана мне, и я кому хочу, тому даю ее. И если поклонишься мне, все будет твое». То есть из этого фраз следует, что на самом деле весь мир принадлежит дьяволу, находится во власти дьявола. Да, или там другая цитата, это первое послание от Иоанна. «Не любите мир и того, что в мире, и сих, кто любит мир, в том нет любви отца». Потому что все, что в мире, похоть плохие, похоть очи и гордость житийская, не от отца, не от мира. Или, допустим, опять же, от Иоанна. «Мы знаем, что мы от Бога, а мир в целом лежит возле». На самом деле у нас переведено во власти лукавого, но если смотрите в греческий текст, то там просто буквально пишут, что весь мир лежит возле. То есть, иначе говоря, есть четкое разделение, да, что мир находится во власти дьявола, то есть во власти сатаны, что он находится возле, и христианин, который хочет находиться с Богом, который хочет находиться в добре, должен отказаться от мира, должен оставаться с Богом. И получается, что тот, кто находится в дружбе с миром, то, что в дружбе с миром, есть на самом деле вражда против Бога. Кто находится в дружбе с миром, тот, на самом деле, находится во власти дьявола. Тот, на самом деле, предает Христа, предает свое крещение. И вот все вот эти явления, связанные с ИНМ, с принятием паспортов и прочее, это на самом деле только повод лишний раз об этом напомнить. То есть на самом деле настоящий христианин всегда, он находится как бы вот он бодрствует, он всегда находится в некотором состоянии в идее, по отношению к тому, в каком отношении он находится к миру. Если он слишком этим миром заинтересован, если он слишком отходит от Бога, то тут дилемма всегда. Либо с Богом, либо без Бога. То есть невозможно служить Богу и маму. То есть ты либо с Богом, и тогда ты на самом деле по необходимости находишься во власти с мировым. либо ты с миром, и тогда по необходимости находишься в Рождецгопе. И поэтому принятие документов, принятие ИНН и прочего, это на самом деле не что иное, как быть, находиться в неком союзе с миром, в некой дружбе с миром. Христианин, в принципе, не должен находиться в дружбе с миром, согласно же... Но это же формально, как... Дело не... Это маленькое возражение. Просто вот это вот разделение на Зелота, где ты сказал, совражательскую позицию христиан, ведь на самом деле, если бы христиане последовали за Христом в его учении, то есть стали бы все равными, братьями, сестрами и так далее, то власть бы сама собой упразднилась. Но так как христиане не могут этого сделать, и вообще люди, в силу разных причин, то власть остается. Насколько они могут это сделать, настолько власть упраздняется. А в данном случае, со всеми этими ИННами, документами и так далее, получается, что выносится вопрос вовне. Не на то, чтобы человек обратил на себя свой взор и начинал как бы свое внутреннее дело, свое внутреннее спасение, избавление грехов, чтобы стать, так сказать, человеком таким, который способен к братству, способен к любви и так далее. А переносится во внешнем, появляются какие-то внешние причины, документы. Завтра мы скажем, что нужно нам коммунизм строить, или там фашизм, или там демократию строить. По сути же, ничего от этого не изменится. Пока люди вот такие, какие они есть, что бы мы ни делали, будет одно и то же. Ну, это если считать, на самом деле, что сам по себе мир ничем не плохо. Дело в том, что мир – это тление. Мы на самом деле в этом мире и убираем, мы в нем болеем. Мир – это постоянные какие-то катастрофы. Все в этом мире сопротивляется нам. Просто эта позиция – на внешне, на антихристианство. Подожди, попробуй. Христианская позиция – на внутренне. Еще раз вопрос. ЭНН – это просто способ проявления вот этого вражды против мира. Но она вовне. Это зелотская позиция, понимаете? А зачем специально как бы против мира враждовать? Ну, не знаю, там, условно говоря, может Хасим делать так, чтобы мир его по возможности не трогал, так сказать, не... Эти ребята, они такие же грешные, как и все остальные. Они так же не способны братству, так же не способны следовать за Христом, как все мы. Но здесь не при братстве. Они вместо того, чтобы попытаться это сделать и показать нам всем образецно, сказать, царство Божие на земле, вот в конкретных их общинах, они вместо этого начинают, значит, там вот какую-то внешнюю... Ну, давай как бы я логику сначала расскажу. Стас на самом деле не прав. Дело здесь, здесь на самом деле логика такая, что тот человек, который будет в дружбе с Богом, да, тот, который будет в семейце к Богу, Он по неволе станет, Стас, враждик с миром. Ну, так получается, что если ты стремишься к небесному, да, если ты стремишься к Богу, то так сказано, что не можешь ты совместить, допустим, Бога и маму, ты даже не можешь совместить на самом деле жену и Бога, да, потому что если ты женат, да, то ты будешь стараться угодить жене, да, То есть человек, который с Богом живет, он пытается угодить Богу, а человек, который живет с женой, сначала будет стремиться угодить жене, и так далее. Подожди, Бог благословил в камере Галилейской правды? Он не сказал, что те, кто замуж, уходят или женятся, они удаляются от Бога. Но те, кто не женятся, поступают вам желательно. Я скажу по жестче. Чем плохо, когда человек, почему это не христианская поиска, а человек с внутренним себя переносит взгляд на что-то внешнее? Потому что других-то воспитывать легче, чем себя. Следующий шаг – это революция, потом концлагерь. Гитлер же тоже людей перевоспитывал. Я даже не понимаю, что ты говоришь, к чему. Зачем концлагеря с тобой? Я еще не договорил, вопрос в следующем стоит. Есть выбор. Ну что, людям надо было воспитывать? Нет, есть выбор. Как раз говорили о Матроне Московской. Ее однажды спросили о будущем. И она сказала, что наступят такие времена, когда предложат вам выбрать, на самом деле, или крест, или… Понимаешь? Не надо будет выбрать. Деваться уже будет некуда. Здесь вопрос… Для любого христианина всегда вопрос стоит кардинальный. Ты, на самом деле, считаешь, что можно жить как-то комфортно. И ставить эти вопросы. Как община, не община? То есть, я сначала буду как-то в этом мире жить, да? А потом уже буду ставить из этого состояние вопросов. Какое количество других способов сделать свою жизнь некомфортной, кроме как-то не принять ИНН? Еще раз, ИНН, и как бы паспорта – это, на самом деле, просто поводы и частности. Христианин, на самом деле, как бы… Есть некий критерий того, является ли христианин настоящим. Да. Стоящим это и является. Помните, там вот в Иване написано, что если вас поносят, да? Блаженны вы, если вас поносят, если вас… Из-за вас злословят, во имя мое и прочее. То есть, критерием того, что ты находишься на правильном пути, вот на этом узком пути, идите узкими вратами, а не широкими, состоит в том, что этот путь трудный. Он должен быть трудным. Если ты живешь комфортно, да, если тебе никаких проблем не возникает, то надо задуматься о том, на самом деле, правильным ты путем идешь. Так это же не означает, что самому нужно их создавать, эти проблемы. Правильно, об этом же Стас и говорит. Вопрос и состоит о том, что логика здесь такая, что дружба с миром есть вражда против Бога. Но всякая и jejuman вражда против мира есть, на самом деле, друг с Богом. yorum. В этом состоит логика. Ни всякая вражда с миром есть друг с Богом. Ну это именно ЛНР ковядину почему-то? Нет. Собственно, в этом состоит как бы камень предкновения. Что, на самом деле, суть вопроса, конечно же, состоит не в том, чтобы вам что-то бы ни стало враждовать с миром. Конечно же, есть. Потому что враждовать с миром — это отрицательная позиция. Можно враждовать с миром, там, например,arity вместе с Гитлером, и это не значит, чтобы быть ближе к Богу. Вопрос ведь состоит в другом. Вопрос состоит в том, что тот, кто на самом деле находится с Богом, он не может быть в мире с миром. Потому что в мире с миром, там, на самом деле, в мире с космосом. Везде в греческом тексте речь идет о космосе. Он будет находиться с этим обстоянием дела, который вокруг него, постоянным рождением, если он будет находиться с Богом. Есть кардинальное различие, кардинальная граница между тем, что есть от мира, а что есть. Асийского нельзя сказать, что Франциск Асийский был кардинальный в рожде с миром. Ну как, если он там... Он всех любил, его все любили, мир благословил и так далее, он им проповедовал. С птичками твоего в рожде не было? Есть вторая позиция. Наверное, может быть, с этой стороны, как бы, как раз Франциск Асийский принадлежит ко второй позиции. Вторая позиция, я бы вам знал, озвучил бы имперское христианство. Имперское христианство состоит в том, что все от Бога, всякая власть от Бога, все установления от Бога, и что, на самом деле, хотя мир лежит во зле, но как-то вот это зло, оно как бы находится в некого рода рамках. Эти рамки состоят в том, что вот среди нас как бы действует соблазн, всякого рода страсти, но мы вот имеем власть над этими страстями, мы можем с ними побороться, то есть можем все это установить и упорядочить. Это, на самом деле, имперское христианство, которое считает, и которое, в принципе, вот в чем отличие от настоящего христианства, которое находится в постоянном вражде с миром, и вот этого христианства, что у нас не находится во вражде с миром, что он в этом мире установил. Ну я не знаю, ну как можно воевать вот это? Подожди, я не против рождения с миром, это христианская позиция, все это замечательно, но просто методы, понимаешь, христианские методы, они вот внутренние, потому что для того, чтобы воевать действительно с миром, надо же предложить альтернативу какую-то. Вот если тебе не нравится власть, не нравится государство, это должна же быть альтернатива. Христос эту альтернативу предложил, он предложил царь Бога. Я понимаю, так я просто позитивную составляющую считаю, что все понимают, что есть позитивная составляющая, что надо быть с Богом, исполнять заповеди Божьи. Почему христианство и пошло на это имперское христианство? Потому что это законодательное... Просто вопрос состоит в том, что христианство почему свернуло действительно на имперскую позицию? Потому что оно вошло в компромисс с этим миром, оно решило с ним договориться. А почему оно вошло? Потому что... У них не получилось. Нет, потому что оно посчитало, что значит вера в Бога. Вера в Бога это означает надеяться на Бога во что бы то ни стало. То есть вера как доверие, абсолютное доверие Богу. Что как бы ни было на самом деле, Бог всегда поможет. Ну даже община апостолов и та развалилась. Ну что говорить-то? А то, что ты говоришь... Альтернативу. Про компромисс. Это вопрос и состоит в том, что веры на самом деле уже нет. Что на самом деле надо как-то устраиваться в этом мире. Потому что неизвестно, когда придет этот спаситель, когда случится суд. Все это неизвестно. Она даже как-то жить, что-то кушать надо. Вот надо как-то приспособиться. Ну почему оно имперское тогда? Оно имперское, потому что только это христианство, оно и может быть христианством государственным. Оно и может воплотиться как какая-то религия и прочее. Потому что то христианство отрицающее, это на самом деле христианство, которое никогда не может быть социальным. Оно разрушает всякую социальность. Оно стремится... Ну что значит отказаться сейчас у нас от паспорта, от всяких вот этих... Это карточек, номерков и НН и прочего. Это значит, вывозить себя за рамки социальности вообще. Например, в интернете есть ролики про священника, например, Петр Бородуллин. То есть человек вышел за штат, он священник, он вышел за штат, он отказался от всех документов, ему даже поехать туда не проблема, потому что даже в поезде нужен документ. Ему пенсию не выдают, потому что он отказался от пенсионного свидетельства, без него нельзя пенсию получить. То есть человек заработал пенсию, а ему ее не дают. Он живет на пожертвования. Это революционеры или бесы. Да делали бы это. Бесы это. Суть в том состоит, что если внимательно обратить внимание, дух того имперского христианства, как оно выглядит, в каких-то торжественных ритуале, в нем нету ничего. Ты смотришь на это христианство, оно пустое, просто. Это просто внешняя оболочка. И ты смотришь на другое христианство, которое выстрадан, да, человеком. В процессе казистки, то, что ты рассказываешь, да, это имперское христианство, которому нужны такие образцы. Нужны, да, образцы, которые не образятся. Можно я немножко в слово ставлю? Мне кажется, во-первых, религия, это всегда по определению религия народа. А та учение, которое было бы называть поздным христианством, ему могут следовать действительно единицы. Это не религия. И Бог, если Он существует, ну, неужели Бог может допустить такого, что, может, как сказать, может так все устроить, что путь к спасению возможен только для единиц? Должен... Почему нет, собственно? Ну, а почему... Много звонок, но мало избранных. Ну, мало может быть, но... А почему? Можно же спастись очень просто. Не единицы же. Почему нет? Почему нет? Какая разница единица? Один Адам отпал, один и должен, один и Христос. Хришнаитр же, Хришнаитр же. Хришнаитр же. А мы-то просто отстойко спастись. Путем произношение имя Господа. Нет, да и потом, даже те, кто считают святыми, они тоже не вполне удовлетворяют идеалу того, так сказать, идеального христианства, о котором говорит Бог. Я говорю, знаете, я с чем на самом деле? Я говорю в каком-то смысле... Может, вообще нет, нет? ... о психологическом, как бы, некотором состоянии, да? Вот есть христианское психологическое состояние. Ну, мы поняли. Подожди, подожди. Дело не в том, что я пытаюсь как-то его критиковать, а дело в том, что если ты в этом состоянии не находишься, то ты никогда дух христианства не поймешь. Бесполезно, на самом деле, жить комфортно, да, вот, как бы, находиться в некотором вот этом торжественном ритуале, смотреть вот эти красивые картинки, да, вот, жить как-то вот так вот счастливо, в принципе, без забот, и думать, что ты христианин. Христианин только тогда становится христианин, когда вот он постоянно преодолевает трудности, когда он постоянно находится в этом каком-то вражде, вот, в этом, в этом каком-то насилии над собой. И дело не в том, что он мазохист, а дело в том, что только так христианство настоящее, то есть только Он только во вражде с миром. Почему он оказывается во вражде с миром? Потому что он просто хочет воевать с миром? Нет. Я говорю, есть такое отклонение? Да ты скажи, в чём суть христианства? Сглата можно сказать, извините. У тебя получается, что суть христианства – это воевать с миром. А я тебе говорю, что суть христианства – это братство и любовь. И когда люди стремятся к братству и любви, они оказываются противопоставлены всему миру. Тогда они испытывают насилие в себе. И причины и следствия это разрушают. Наш мир материальный, он на самом деле против человека. Он разрушается. Мы умираем в нём. В нём болезни существуют. Катастрофы и прочее. Сам мир как бы во зле. А вот эти ребята, они же не говорят тебе о никаком братстве любви. Они же тебе говорят о том, что нужно с миром воевать. С паспортом, с ННН. Нет. Паспорты и ННН – это на самом деле только поводы. Христианин инстинктивно ищет поводы, чтобы создать себе сложную жизнь. Да. Есть просто психологическая установка некая. Потому что только так можно быть христианин. О, по Вене, да. Вене, да. Вене, да. Вене, да. Всем всё. Вот всем всё дам. Кто? Вене. Вопрос только состоит не в том, как правильно ты замечаешь, что во что бы то ни стало быть враждей с миром. А вопрос состоит… Они же у них все это обосновано. Они же обосновывают. Почему? Я просто… Это просто долгий разговор надо обосновывать. Они обосновывают, почему нельзя брать. Ну там, шестёрки они нашли, там, апокалипсисы, там, какие-то там… Связь и прочее, прочее. Это я просто это упусти… Это как бы быстро пробежал. Они обосновывают, почему они, на самом деле, это всё не делают. Ну, главное у них состоит в том, чтобы быть с Богом. Они видят, на самом деле, что то имперское крестьянство, оно отошло от Бога. Но ты видишь, что это в социальном… Что пастыри там заблудились, да, и всех ведут, как бы, вар, на самом деле, всю пасту. А что, а только они, на самом деле, истинное вот это малое стадо, да, которое спасается. Но суть-то даже не в этом. Тут вопрос состоит в том, что в принципе… Так тогда им надо… Христианство всегда асоциально, всегда. Социальное христианство – это нечто невозможное. Оно, в принципе, асоциально по своей природе. Но ты же сам можешь различить нищих ради духа и просто нищих. Так же и христианство. Нет, в христианстве, я еще раз говорю, в Евангелии два направления. Одно дело – быть асоциальным… Есть направление примирения, да, компромисса, когда говорится, что вся власть от Бога. Вообще говоря, вопрос… В христианстве самый важный, один из важных самых вопросов – вопрос о власти, да. Потому что ведь… Либо вся власть у Бога, да, и все от Бога, да. И мы получаем от Бога и власть, как бы, и там, и там, пропитание, там, и жизнь, все получаем от Бога, да. Либо, на самом деле, как бы, нищи только от Бога. А есть также еще кто-то, вот некто там, дьявол, сатана, не важно, да, от которого также есть нечто другое, да. Есть, как бы, вот, есть как бы инстанция добра, инстанция зла. И есть не мы. Но это, но это в мире смешано. И в чем состоит эта… В хромании, я хрома, да. В чем состоит суть христианства? Состоит то, чтобы к добру прилепляться и от зла отдаляться. Так вот это вот зло в христианстве иногда понимается, как мир. Вот быть в мире, да, и быть с ним в дружбе, это и есть зло, это и значит прилепиться козлу. Если ты там удобно расположился в этом мире, если тебе все устраивает, если вы счастливы, значит, ты не христианин. Просто это признак того, что ты не христианин. Ты здоровый. Ну, из того, что ты… Нет, ну, из того, что тебе какие-то… Подожди, подожди, подожди. Ну, из того, что тебе какие-то, ну, какие-то там тяготы на тебя нападают, из того, что ты болеешь и прочее… Из этого никак не следует, что Бог тебя еще любит. Понимаешь? Тут логика какая. Если ты живешь в мире с дружбой, то значит что-то не так, да. Ну, если ты живешь в мире… Я не могу сказать, что не так. Просто если зло понимать как более низкий уровень совершенства, а добро понимать как более высокий уровень совершенства, то после того, как Христос пришел и предложил свою программу, те, кто не хотят следовать этой программе, как бы, они все во зле, потому что предложен более высокий уровень совершенства. Понимаешь? А все, кто пытается туда следовать, они в добре. А те, кто не пытается, они во зле, как бы. Понимаешь? Вот и все. Отсюда все и вытекает. Не понял, еще раз. Да нет, дело не в этом просто. Валерий, я понимаю, а что ты говоришь? Я сейчас немного говорю о другом. Я сейчас говорю о злее в таком пункте. Ты хочешь сказать, что мир на самом деле есть? Нет, я хочу сказать, что мир на самом деле есть. В муке православных существует тенденция придавать злу субстантный характер. Да, именно вы это не говорите. А дело в том, что в самом христианстве так, что мир во зле в принципе, что мир и есть зло. Почему? Потому что он и есть, и он находится под властью дьявола. И все, что ты от мира принимаешь... Подожди, подожди, подожди. Не торопись. Все, что ты от мира принимаешь, правительство, паспорта всяких, все это ты принимаешь. В соглашательстве с миром ты подписываешь какой-то документ. Значит, ты к этому отказываешься от Христа, от Небесного Царства. Ради земного, понимаешь? Ради комфорта того, что тебе дает эта карточка. Таблетки нельзя принимать просто. И про сырки братьев священника тоже. Да, почему нельзя? Просто я, в отличие от тебя, считаю, что христианство — это не то христианство, которое, как бы, ищет к чему придраться в мире, докопаться и с чем начать воевать. А подлинное христианство, которое само что-то созидает, какую-то альтернативу пытается создать. Понимаешь? Правильно. Говорят правильно. Ну что, если действительно ты будешь проводить... А вот этот путь, да, извините. ...программу, то трудности тебе хватит. А вот этот путь — это пусть не соски, не соски. Это пущий раз говорю. А они проводят программу. Они пытаются жить с Богом, но просто у них получается все это... А про то у них получается бороться с паспортами, да? Нет. Еще раз говорю, что есть еще внутренняя концепция, почему так получается, что они борются не только с паспортами. Там же, на самом деле, это не один какой-нибудь человек. Это целое направление, куча, куча там... Есть святые сватцы у них свои, там, да, там... Есть у них там... Но у них все священники, которые борются, они из церкви-то извергаются там? Не обязательно. То есть внутри русско-православной церкви... Многие извергаются, да, Александра там и прочее там. Ну, в основном так и так и борются, да? Ну, я считаю абсолютно прав. То есть позиция там... Еще раз говорю, Игорь пытается тут какую-то социальность произвести. Ну, причем здесь слово за социальность? Я пытаюсь показать некую мысль, что вот христиан... Мысль мы твою сто раз не поняли. Вот это и состоит мысль. Что это долгая мысль. Дело не в социальности. Как это социально воплощается, это несущественно. В древние времена, например, была опись Квириния, там, известная. Точно так же восстали иудеи, там, под предварительством, там, Иуды-Галильянина. Точно так же там была борьба, войны были. Только просто какая-то перепись была и все то же самое. Ну, те, зелота под Христа-то может... Да дело не в этом. Просто это... Вот это зелоты. Еще раз объясняю. Это на самом деле вечная тема. Когда власть на самом деле. Ну, Христос... Есть земная власть. Есть небесная власть. Ну... Если мы подчиняемся этой земной власти на самом деле... Понятно. Мы поняли. Они бываются между собой. Да. Есть некого рода как противоположного. Если Христос был зелота, он призвал к восстанию. Правильно? Но он же не призвал к восстанию. Значит, он не зелот. Значит, путь другой он указал. Именно Христос указал другой путь. Я тебе об этом только и говорю. А эти ребята зелоты, самые натуральные. Они зовут просто к восстанию. Просто они пока не могут за многое взяться. Вот берут за то, что под рукой. Паспорта. По-моему, что не должно сбивать в толку, что в Евангелии, что в целом в Библии существует много чего. Там можно найти основания для гуманизма, там можно найти основания для шовинизма, для расизма, для чего хотите. Вопрос только в том, что ты выбираешь в качестве инструмента интерпретации этой книги, этих книг. Ты всегда должен сам интерпретировать. Вот поэтому то, что ты говоришь, что есть основания в Священном Писании для этих современных борцов с миром, нет вопросов. Действительно так. Их борьба состоит в том, что действительно они Бога не знают, и поэтому у них единственное, что остается, это мир. Они надеются, что если будут заждовать с миром, то автоматически окажутся в Бога. Ну, в общем, дудки, что называется. Ну, тем не менее, основания-то понятно. Как бы, ну, хорошо, вот ты нам показал, что есть для этого основания, чтобы еще не его пустили. Ну, а есть другое основание, где на самом деле в самом Евангелии, как ты правильно говоришь, что есть другое основание, кесарю, кесарю, Богу Божий, да, как бы вот это, что начальство поставлено от Бога, что всякое власть от Бога. То есть есть другое основание, это компромиссы. Внутри Евангелия есть и то и другое. И на нем основывается имперский христианство. Внутри Евангелия есть. Внутри Евангелии. Внутри Евангелии. Внутри Евангелии. Если есть вот первое христианство, которое описано в деяниях апостолов, а есть вот это вот имперское, которое мы сейчас наблюдаем, то значит, ты говоришь нам, что вот это настоящее, а это не… Только не оценочное, я говорю. Как не оценочное? Ну хорошо, можно сказать оценочное, да, потому что вот это слово действительно, не всякий язык всегда оценивают. Вопрос в следующем состоит. Есть дух, да, проверяйте все духом. Вот в том христианстве, которое борется с миром, в нем есть дух, да. Что эти борцы с миром сделали на пути движения к любви и братству? Что они сделали? Ну у них там живут в общине своей, они там общаются с друг другом. Ну да, они любят только… Только мы интерпретируем это тем способом, что они идут от вражды с миром, идут к Богу. Не так, конечно. Они просто пытаются быть с Богом и попадают во вражду с миром. Вот как это на самом деле получается. Они во вражду с миром попадают, они хотят остаться с Богом, потому что мир во зле. Они хотят остаться в добре и попадают во вражду с миром. Ну тогда это другая уже. Нет, ну я же так и сказал. Но можно, можно было бы и так понять, да. Можно было бы понять, что они, типа, пытаются только враждовать с миром. Так понимать неправильно, конечно. То есть есть такая возможность понять, но это неправильно. Есть некая установка на враждебность мира. Когда у тебя какой-то несчастный паспорт, где подверг, он мигается, они радостные, радостными фриками начинают там бороться. Давайте как бы я просто объясню про крестьянство. Просто Игорь задал вопрос, правильно, дилемма. Почему вдруг вот так вот я разделил, да. На самом деле изначально все крестьянство есть не что иное, просто как выражение того, что у нас есть нечто внутреннее, некая вот душа, там дух, да, вот некая наша личность, сознание. И есть наше тело, да. Вот наше тело, связанное с миром, которое также является сущим внутри мира и прочее. И долгое время, ну, например, в языческих религиях, если мы берем, что никакое противоречие между телом и духом, ну, иногда возникало, конечно, в философии иногда это проявлялось, но как правило, нет. Как правило, тело и дух находились в некой гармонии. Вообще, говорят, вся философия античности – это вот этой гармонии еще, да, дух и тело. Но уже вот у каких-то более поздних античных философий возникает некое противоречие между тем, что есть дух, да, что есть сознание, и то, что есть тело, и как бы, что есть материальное. И да, и возникает такая вот тенденция, там, в гностицизме, в неоплатонизме, что материя – это зло. Вот. И оно потом просто, ну, соответственно, и тело наше, оно вот, как означает, что это притчастно зло. Вот в все христианстве есть ничто иное, как просто выражение простого вот этого разделения между тем, что вот наш дух, он причастен к Богу, он причастен к благу, да, и мы как бы вот не от мира сего. От тела оно, оно причастно этому миру, причастно зло, как бы причастно небытию, наш дух причастен к бытию, и вот есть некое противоречие между ними. И вот оно как-нибудь должно разрешаться. Оно разрешается двумя способами, либо мы полностью отказываемся от этого мира, поскольку возможно. И там, например, как монахи, там уходим куда-нибудь в пустыню, там бастимся, там свое тело там мучаем. А мы можем скромно, я не понимаю. Это стоим на каком-нибудь там этом столбе там и проще там ради Бога, да? То есть мы как бы хотим остаться с Богом. Хотим остаться с Духом. Увечляем тело, короче. Увечляем тело не специально. Всегда можно понять это неправильно, как вот вы сейчас выражали, тем, что мы увечляем ради умирщления. Когда я стою с Духом, по неволе я перестаю заботиться о теле. Это вот одна позиция. А другая позиция состоит в том, что тело тоже важно. Ну как? Как и без тел-то. Тело нужно. И поэтому надо, да, вот это я называю имперской. Тело важно? Да, ну а что такое значит тело важно? Это значит, важно зло тоже. Потому что если материя от зла, если мы как бы заботимся о теле, то мы тем самым как бы в каком-то отношении погрязаем в это зло. Это материя не зло. В имперском христианстве. Еще раз говорю. Так я понимаю. Нет, нет. И в любом христианстве... Ну ладно, давай вспомним слова Христа. Да, Христос сказал, что хлебом единым жив человек. Но он нигде... Он сказал, всяким словом... Есть точки зрения на христианство, когда материя едва не будет. Но разве Христос где-нибудь сказал, что человек может жить без хлеба? Он же не сказал, что едите и жирите без хлеба. Он сказал, что хлеб не хлеб не единый. Хлеб не отвлекся. Еще раз говорю, это правильно говорит, Игорь выразил эту позицию. Игорь уже позицию эту выразил. Подожди, когда Матрона Московская говорит, что будет выбор между хлебом и крестом, она говорит слова, прямо противоречившись этим словам Христа. Какого выбора не будет. Не будет. Шучать бесконечно. Я тебе даже более того скажу. Нельзя, если человеку ставить такие условия, это называется... Нет, это не прав. Вот когда была война, людям предлагали, либо они пойдут умирать, либо они ихними будут, ну как говорится, предателями своей Родины. И они, некоторые выбирали хлеб действительно, а кто-то действительно шел, умирал. Знаешь что, на самом деле, это странно, конечно, иногда слышать христиан. Иногда они рассказывают такую историю, что на самом деле, во времена гонений, в советских канцлагерях, во всяком роде неустройстве жизненном и прочем, где они скрывались и прочее, они, когда молились, и вообще когда с друг другом общались, они чувствовали настоящий дух. Понимаешь? Для того, чтобы начать общаться с Богом, не надо было много усилий прилагать. Как бы Бог был рядом с ними постоянно. Понимаешь? И некоторые из них, вот если верить их в это высказывание, они говорят, что на самом деле это благо, да? Гонения христиан — это благо. Потому что они тем самым помогают христианам, просто были христианами. Потому что когда эти гонения кончаются, христиане не знают, что делать. Как бы получается, что надо выпускать эти гонения, да? Самому себе их создавать. Влад, ну понимаешь, вот мы сейчас почему-то разбираем... Очень удобная точка зрения — это начать отлицать 2x24. Влад, мы сейчас разбираем, и не то, что эти гонения, но это очень можно пострадать. Если бы мы сейчас разбирали, что эти ребята там создали какие-то общины, у них там вот такая-такая жизнь, такая любовь, там, раса, все такое. Но мы же разбираем не это. Мы же разбираем, что они там борются с ННН, с паспортом. Плодов-то мы их не видим никаких. Ну как так? Ну ты сказал, что у них там есть общины... У них есть новые святые, допустим. Вячеслав Крышлинников, вот маленький мальчик там... Матрона Московская. Матрона — это уже признанная святая. Нам Вячеслав Крышлинников еще не привезет. Ну, речь идет, как вот ты описываешь, какие-то инсектанты тоже больше не имеют. С какими-то Вячеславами Крышлинниками, мальчиками. Поэтому я и назвал на самом деле христианство одно импирское, а другое христианство настоящее. Я там ухожу, аж на двое суток. Вот такие военные проходки. А уходите на пол пятого. Что я еще хотел сказать? Вопрос. Мне кажется, вот такой тезис, что он отстаивался в логовом, что человек хочет быть ближе к Богу, он по неволе должен, так сказать, конфликтовать с миром неизбежно. Ну, не знаю. Вот на мой взгляд, скажем, какие-нибудь там ученые или врачи, которые там ликвидировали эпидемии чумы, так сказать, ежеминутно рискуя погибнуть, они гораздо ближе к Богу, чем какой-нибудь высушенный монах, которому плевать на всех, и который... Еще раз говорю, ребята, вот утилитаризм, всякую пользу, это все, это стандартные доводы... Это не польза, это... Зажеванные уже бесконечно доводы. Никто не знает, на самом деле, в чем больше пользы. Может быть, мир вот так и стоит, благодаря тому, что существует один-два праведника, понимаешь? Вы все рассуждаете с тех позиций, что Бога никакого нет, и что они там ерундой занимаются, какие-то... Не важно, что они занимаются ерундой. Если в Библии примеры, на самом деле, что город какой-то там, не помню, не был сожжен только потому, что там столько-то праведников было. Только потому Бог пощадил этот город. Точно так же весь мир может стоить... Вопрос в том, кого считать праведник. Так и вот кто больше пользы приносит? Те праведники, ради которых мир еще до сих пор не испепелен, или какие-то несчастные там, частные там, случаи пользы? Это именно из-за этого врача мир не испепелен. Да, может, из-за этого врача мир не испепелен. Ну что он праведник, понимаешь? Ну, я говорю, что вот это ты... А не человек, который спать, с точки зрения утилитаризма, это не утилитаризма. Это не утилитаризма. Что у тебя голод не испепелен, потому что какой-то человек в нем отказался признавать, что дважды двадцать четыре. Это хорошая точка зрения. В ней есть и героизм, и папас, и поэзия, я бы даже сказал. Я сделаю... Да? Это... То, что ты говоришь, это, конечно, это уже... Вот, кстати, извини. Это то, о чем я говорю, а потому что... Это не утилитаризм. Это не утилитаризм. Почему? А... Ну, как бы я немножко путаюсь в словах. То есть это реальное проявление любви к Брежне, к чему учил Христос? Знаешь, Стас, я могу просто сказать. Уничтожить сейчас, может быть, там, половину человечества с какое-то зрение было бы польза. Они жрут, они... Я об этом говорю. Вот я об тебе говорю. Вот в каком-то таком вот фашистском таком представлении, а почему бы нет? Уничтожили, и сразу все проблемы в мире решают. Вот, например, лежит нищий, да? И помочь ему как бы плохо, и как бы и не помочь ему как бы тоже неприятно. Взять его, уничтожил, и все. И проблемы нет. Как это имеет отношение к моим словам? Да это имеет отношение не к твоим конкретным словам, а к культуре динитаризму. Динитаризм можно завести в такие деплики. Понимаете? На мой взгляд, потому что, когда Стас, еще можно как-то спорить, а когда человек для того, чтобы пострадать, думает, что... пытается утверждать, что 2 ж 2 равно 5, то тут как бы и спорить-то нищим. Еще раз говорю. Причем здесь 2 ж 2 5? Я... Потому что, как говорится, что ИНН, что 2 ж 2 5. ИНН, это просто повод, как приезжать. ИНН, это просто повод, как приезжать. Это большой повод. Это много цифр, все повод. Ну, ты, например, разбирай квантовый механизм, у тебя есть какое-то там учение свое. Я... почти 100%, что оно неверное, да? И что все представления современные, они как бы примерные. И тем не менее, что это? Это из того же разряда. Тем не менее, ты об этом рассуждаешь, как будто бы так оно и есть. У них есть другое свое учение. Оно тоже примерное. И тоже так же они из него исходят и какие-то могут сделать. Причем здесь 2 ж 2 5. Есть недознание, когда ты гвантовый механик или правильно интерпретируешь, потому что глупый и серый бог. А есть прямо, это прямое отрицание, когда 2 ж 2 5. Это прямое отрицание. А где? А где? А в христианстве 2 ж 2 5. Где такое отрицание? Да причем здесь вот и как это связано, я не понимаю. Это же глупость, Игорь. Не надо отстаивать глупость. Они отрицают ЛНН на том основании, что ЛНН есть принятие порядка мира всего. Вот и все. Это есть как бы часть в отрицании мира вообще. Потому что они в дружбе с Богом. Я согласен. И 2 ж 2 равна 4 это тоже принятие порядка мира вообще. Это универсальный закон рода. Вот откажись от него. Ты будешь Богу ближе, чем даже если откажешься от Паспорта. Это закон мира, который лежит в возле. И признавать этот закон, значит соглашаться со СССР. Да, конечно. Конечно. Поэтому я даже все, кто собираюсь сосновать, 2 ж 2 пятилистов. Вот 50-ники есть, у меня будет 2 ж 2. Еще раз говорю, что это вы постоянно... Они будут отрицать это. Это самое то, что вы постоянно соскальзываете. Нет, вы постоянно соскальзываете с одной позиции на другую. Я еще раз сказал, что логика состоит в том, что они с позитива, о том, что они хотят остаться с Богом, скатываются в каких-то, благодаря своему учению, какие-то негативные высказывания. От этого отрицать это отрицать. Понимаешь? Они наоборот, что они не важно, что отрицают, а потом из этого позитив получают. А ты пытаешься... Они же не ради того, чтобы 2 ж 2 устанавливали, что это 5. Ради чего? Дело же не в том, что они что-то хотят отрицать. Дело в том, что их позитивное отношение к Богу выражается в отрицательном отношении к миру. Да ты не согласен. Есть еще вот только что. А ты как бы пытаешься эту Богу перевернуть и сходить с того, что я буду мир как-то отрицать, и это почему-то... Я явно с удивлением я тебе уже рассказывал, узнал, что оказывается среди определенного рода православных христиан есть удивительная, явно Боговдохновленная тенденция отказываться ходить по-большому после святого причастия. Почему? А потому что... Да, это глупость такая, да какой-то... Еще раз говорю, что таки это всегда, все всегда сводится к следующему, что, конечно же, среди людей, среди христиан, как обычных людей, всегда есть какие-нибудь сумасшедшие люди. Но я хотел сказать, что вот то, что они отрицают принятие ИНН и всяких карточек, там, ой, и прочее, это не сумасшествие, на самом деле. На самом деле, это является неким проявлением христианского духа, но не сумасшествие. Вопрос только в чем? Дважды два, пять, это тоже не сумасшествие. Это дело обсужденного вывода. Давай вопрос поставим так. Когда они приходят к таким выводам, исходя из основных христианских положений, когда они приходят к таким выводам, их приход логичен, законен, или они совершают какую-то ошибку? Нет. Поэтому приходят... У них есть концепция, которая основана на имаме. Мало ли, что есть концепция. Вон, концепция дважды два, пять тоже есть. Она от этого не перестает быть ложеной. Она ложеной. А откуда вы... Вот еще раз, тут интересно, почему вы именно владеете истиной, а не они так. Нет, я просто интересуюсь... Я согласен, даже с вами, я интересуюсь, как ты все время вот это вот то движение, которое они совершают. Это движение военчисное, и вероятное. Это неправильное движение. Они, на самом деле, я еще раз, если экологически рассуждать, находятся... Есть две стороны, стороны добра и зла. Если они находятся на стороне добра, они как бы отрицают зло. И вот отрицают... И в частности, это выражается вот в таких явлениях. В частности, это некие частности. Просто в этих частностях можно увидеть якобы сумасшествие. На самом деле, это не сумасшествие, это некая христианская позиция продуманная. У них есть какая-то внутренняя своя концепция, внутренняя логика. Там нет никаких нарушений логики. Просто для того, чтобы они рассуждать, нужно погрузиться в этот материал. И там у них есть свои откровения, свои святые, свои авторитеты. Это все не про логику. То, что есть откровения свои, это вообще... Нет, у них религиозная собственная логика. Они считают, допустим, что откровения во сне и каким-то людям это на самом деле есть своего рода доказательства. Как эксперимент в физике. Ну, еще раз говорю, я же пытался понять христианство изнутри. Конечно, если подходить к нему извне, то можно, конечно, много чего найти интересного. Либо мы на самом деле пытаемся понять само явление, либо мы пытаемся критиковать его изнутри. У них есть святой мальчик, который в школе не учился и который сказал, что Царство Небесное наступит от того времени, как он умрет его мать. Все же люди учились. Учился в школе, по-моему. А, учился. Ну, мало учился, плохо боял, потому что... Почему? Ну, не знаю. Ну, может, хорошо учился. Ну, вот он так сказался в это поверить и ждут, что Царство Небесное вообще... Это опять же частности. Там много всякого рода частностей. Каждый человек, который обсуждает эти вопросы, там у каждого есть еще свои какие-то конкретно личные его там воззрения. Есть какие-то... Есть какая-то общая концепция. Общая концепция состоит в том, что дружба с миром есть вражда против Бога. Понятно. Это мы понимаем. А жизнь ради людей это вражда против Бога? Нет. Ну, как Бог сказал, что любовь к Богу, любовь к людям. Так можно жить в жизни обычного человека, тем не менее, там, сказать, людям приносить гигантскую пользу. Можно. Ну-ка, ты жрешь ради человека? Ты же как бы... Ты ради какой-то... Я не про себя говорю. Нет, ну вообще, как бы... Каждый человек... Вот, допустим, мы все бы так жили, и все бы было бы замечательно. Но ведь как просто получается? Получается так, что отставая как бы... как бы... эту заповедь на самом деле, ничего люди не делают. Да мы состоим вопрос. Ничего не делают. Сослужа людям... Христос же сам говорит, если вы поможете какому-нибудь бродяге или кому-нибудь, то вы мне помогаете. Нет, да. Так ты тут нет. Ты не уходи от вопроса. Потому что вопрос, который был задан, состоит в следующем. Есть доктор Лиза, которая человек глубоко... Это не православный, насколько я понимаю. Кто доктор? Доктор Лиза. Так. Ну, не важно. Ну, я что... Нет, это... Ну, в интернете легко найти. Вот. Человек глубоко не выцерковленный. Но, тем не менее, ее жизнь, вся колоссальное, сплошное служение огромному количеству людей. Огромному количеству людей. И вопрос стоит следующим образом. Кто ближе к Богу? Доктор Лиза или вот этот вот чувак, который решительно не получает ни паспорта, ни... ни пенсионного... Чувак. Чувак, конечно. Нет. Я спрашиваю, кто? Нет. Так у вас же будет... Еще раз, поставлен неправильный вопрос. Как неправильный? Ну, потому что... Не то, что он это не получает и ничего не делает. Если бы он это все не получает и тоже так же ничего не делает, какая ему от этого заслужит? Нет, он что-то делает. Нет, допустим... Нет, нет, нет. Допустим... Нет, нет, нет. Во всей полноте этот чувак. Я просто, чтобы их различить. Что вот этот чувак, вот доктор Лиза. А как сравнить? Один человек помогает людям, другой помогает людям. Каждый померит свои возможности и способности. Чувак, проблема? Свято... То есть ты не можешь сказать, кто из них ближе к пункту? Я с тебя посудим буду. Я могу сказать. Так, не можешь. Если человек точно так же помогает другим людям, точно так же живет в добре, как право... Как ты вообще оцениваешь это христианство в качестве легитимного, если ты не можешь вынести суждение по гораздо более простому вопросу? Я же... Надо оценивать не тенденцию, а двух людей, я не говорю, что твоя доктор Лиза от Бога далека. Она от Бога близка. Но только как их сравнивать? Просто ты поставил их в сравнение. Все. Они остались. Они Бога. С доктор Лизой все ясно. С ней все ясно. У нее ИНН есть? Есть. Паспорт есть? Есть. На стороне сатаны. Все. Мне странно, что Булат не может этого произнести. Почему он не может произнести? Я тоже не понимаю. Короче, Бост. ИНН есть. Все на стороне сатаны. И помощи с рук нельзя принимать. Конечно. Потому что сатанизм чистый. Да. Нет, Булат договорит не о том, конечно. Не, 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 не. Именно о том. Он еще этого не понимает, но он это поймет. Это ля-ля. Знаем. Хорошо. Допустим, возьмем, есть православный. Можно взять другую религию, допустим, мусульманство. Просто это же... Я просто не владею, как бы, да, материалом, но мусульманство. Поэтому мне трудно высказать. Кстати, вот так минуточку. Есть исключительно изначально религиозное ощущение реальности, которое состоит в том, что есть в некого рода вот развлечение, да, вот внешнем, мира, как бы, да, и внутреннего, как бы, полного материя. И, за прочим, по поводу ислама. В Коране сказано абсолютно четко, значит, Бог не требует ничего, а человека ничего невозможного. И в христианстве то же самое движение. Бог не требует человека ничего невозможного. Потому что, если он требовал бы, а человека невозможного, это было бы лицемелье. Ну, что может быть проще, чем ННН? Это было бы лицемелье. Отказаться от ННН легко и приятно. Вопрос еще раз, поймите одно. Суть вопроса. Помните, помните, говорится о том, что у Хрика это Монхула против Христа проститься против Духа Святого не проститься, да? То речь о чем идет? Речь идет о том, что если у тебя есть внутреннее убеждение, согласно которому ты должен отказаться от ННН, ты должен это сделать. Вопрос идет о том, что не лицемерить внутри себя, быть самоущественным. Если это ваша доктора не является воцерковленной, для него этих вопросов нет. Она и без них может спокойно жить. Никаких проблем нет. Это же не абсолютная истина. Твое внутреннее убеждение у меня как верующего человека отказаться от помощи доктора Ализы ей не давать прилипомогать, потому что на ней стоит проклятие дьявола. То есть число на ННН встал. А почему? Потому что число на ней ННН встал. У меня внутреннее убеждение такое. У меня, да, стыканное убеждение у нее. У меня паспорт, пенсионное свидетельство, Генн НН. Да это же вообще ужас просто. Точно. Твое внутреннее, как гребезное, ощущение гребезного мира, ну нельзя позволять раз дальше творить темные дела. Вы пропонируете позицию. У вас почему-то, опять же, сводится и сводится к тому, чтобы отрицать, во что бы ты ли стал. Речь идет об отрицании. Речь идет о том, что человек отстаивает свои идеалы, и отстаивание этих идеалов приводит к этому отказу. Неизбежно приводит. И это отказ от этого. Идеал одного человека ведет к тому, чтобы спасать тысячи людей, а идеал другого человека ведет к тому, чтобы самому жить, как последний таракан в щели. И других заставать жить. Еще раз, а почему человек, отказавшийся от ИНН, сразу таракан? Он точно так же, может быть, приносит много добрых дел. Он же не просто так отказывается. Он много добрых дел делает. Да-да-да-да. Только он не может передвигаться по стране, он не может заключать сделки, он не может быть субъектом юридическим. Он ничего не может. Можно еще так? Когда у него рождается ребенок, что с этим ребенком? Он может его отдать в детский садик, в школу. У него не рождается. Ничего подобного. У него не рождается ребенок. Нет, у него много детей рождается, потому что вместе с ИНН обязательно идет отказ от презервативов. И они будут рождаться, потому что... Он монашеский образ жизни ведет. Нет-нет-нет-нет. Нет. Кстати, такой еще момент. Дело в том, что чтобы быть таким, как доктор Лиза или мать Тереза, невозможно полностью отказаться от мира, потому что человек, если ты хочешь... Если, не знаю, твое внутреннее убеждение требует помогать тысячам людей, то для этого тебе нужны как минимум, как говорится, какие-то физические возможности. И здоровье нужно, и какие-то материальные средства, что-то такое, да. А понятно, что если ты стоишь на столбе, тебе не нужно ничего. Ты можешь отказаться от ИНН, от всего отказаться. Посмотрите, рубашку сядь. Мы хотим заметить, что протестантистский способ, как доктор Лиза, что Господь дает нам деньги для того, чтобы мы помогали окружающим, является глубоко порочным. А глубоко правильным является духовная практика на столбе. Мы это знаем. Можно заметить, вот если, скажем, в Библии сказано помогать людям, а помогая людям, ты находишься в мире, ибо два человека уже мир, мирок. Да. То есть это внутреннее противоречие. Помогать людям заведомо грешно, хотя говорится, что помогаете людям. Нет, еще раз говорю, что помогайте людям... Мира нет только, когда ты один, сам с собой. А два человека уже мир... Не от ИНН, а от АйП. Помогать людям... Да, вот это было. Помогать людям... ИНН входит, когда... Ты и Библии... Это Санство Божьем, да. Да, вылетит. В АйП. Ты ближний, что сама в себя она входит в систему небесную. В Санство Небесное входит, в Санство Небесное ты же не один, а уже много не один. Возвели. Квартира 336, да? Да. Сорви, сорви. Я знаю, знаю. У меня приходило в это, что это... Вот, кроме хихани и хахани, кстати, мне один пункт представляется крайне важным. Его Булат упомянул походя, а мне кажется, что здесь загрета большая собака. В качестве само собой разумеющегося сказано для христианства, что в человеке разделена душа и тело. И что душа это нечто благое, а тело это нечто злое. Должен заметить, что это... Не злое лучше быть, а базле. Ну, в мире. Это еще не факт. Может быть, душа злая. Да. Так вот, я должен заметить, что это глубоко небиблейская точка зрения. Она была привнесена в христианство... Не библейская, а только христианская. Не библейская. Потому что и юдоизм, на самом деле... Она была привнесена в христианство исключительно благодаря культурному контексту общей греческой учености. Вот у греков действительно была такая концепция. И христианство перенесло ее только потому, что это был универсальный культурный язык, на который надо было перевести смысл твоей веры. Надо было его выразить в этих категориях. Только поэтому появилось. А вообще говоря, вообще говоря, христианство не различает душу и тело. Более того, нет в Священном Писании никакого утверждения о том, что душа, например, бессмертна, в отличие от тела. Еще раз говорю, если брать пакуветки залет, то там, да, действительно там. И в Новом нет. Нигде нет. Ну как же в Новом-то нет? Нету. Нету. Я тебе уверяю. Ну как же, но есть? Еще во времена еще во времена Фоме Аквинского этот вопрос был поставлен Папой Ильинским. То есть, где в Священном Писании терминов нету, терминов саркс нету, то есть терминов сома нету. Да, это все понятно. А термины могут быть? Саркс, сома, сома. Нет, нет, нет. Я это не мать. Во-первых, это не термины. Во-первых, это слова. А вот где-то выражение, в котором было предложение, в котором было сказано, что душа бессмертна, в отличие от тела, такого предложения ни в какой форме еще нет. Поэтому, поэтому, вообще говоря, христианство не различает душу и тело. Для христианства человек это цельное существо из души и тела созданное. И поэтому спасение происходит, спасается и душа и тело. Не, ну такая вещь есть, да, что спасается и душа, и тело. Так вот, это означает как раз, что вот этого разделения это нет. Это гностики действительно педалировали это разделение, у них получалась всякая ахинея. У меня большое подозрение, что вот эти современные ребята, они на самом деле далекие эхо гностиков. Ну как их гностиков? Ну, тогда надо признать, что некоторые послания, они точно так же гностические, что Павел точно такой же гностик. А что у Павла? Ну, я же, ну, всех это приводил по поводу... Ну, ни одного по поводу того, что душа отделена от тела. Ну, что мир находится возле, лежит возле, это что означает? Мир в целом лежит возле. Послание от Иоанна. Но это не означает, что тело это часть мира, а душа это не часть мира. Тогда-то ничего этого не означает. Нет, для того, как истолковать это место, это отдельный вопрос. К нему можно вернуться, но, если ты считаешь, что есть какие-то места в любой книге Ветхого или Нового Завета, которые указывают на разделение в человеке души и тела, прошу указать, потому что искали, не нашли. Нет таких мест. можно уточнить, получается, то есть спастись в миру, даже помогая сотням тысяч людей, отказываясь от ННН, невозможно, его душа прикреплена к телу, которое в миру. Вот если вот принимать свою вращу. Таким путем нельзя совершенно. Я хочу заметить, что проблема была, то что он принял половинничную позицию. Вот если бы принимать позицию исключительно крайнюю, то она становится смыслом. Когда неважно, кому ты помогаешь, даешь милосимую нищему, как доктор Лиза, лечишь детей, все это неважно. Важно отказаться от ННН, стоять на столбе, и это есть представительность Мир это чисто наши социальные среды. То есть, допустим, где-то в лесу это уже не мир, это космос. То тоже. Ивангелие это космос. Все что. И тараканчик это тоже мир. Наши души, они не из космоса. Мир это космос, все, что тела, там прочее, это космос, это мир, а наша душа, она не от мирного. Она как бы и с ним. Даже там, где влияние человеческое общество на меня, скажем так, нулевое, то есть, какой-нибудь глуши, все равно я в миру. Да, в чистой гадости. Да, в мир. Чистой гадости. Сколько ты в теле, ты всегда мир. Ну, это вот такая точка зрения своеобразная. В итоге не спастись. А? В итоге не спастись. Луговая тема, Ты можешь делать свой простой подвиг личный. Ты можешь молиться, можешь уменять собственную плоть, стоять на столбе, проводить часы на кормление комаров, всякие такие вещи делать. Носить вериги, не принимать ННН, отказываться от пенсионного. Все равно ты сидел в мире, а душа-то прикреплена. Хорошо, давайте, я просто подумал, пока вы тут говорили по поводу возражения. Познание, но ты спасешься. Понимаете, текстуально, на самом деле, я просто не готов сейчас говорить, но если думаться по смыслу, каким образом Христос воплотился, Бог воплотился в Христе, каким образом, если мы не различаем дух и тело. Каким? Единственным образом, что только Дух Божий мог воплотиться в теле. Это в теле человека по имени Иисуса. Больше никак. Потому что не мог уже тело Бога в виде материального воплотиться в другую материю. То есть ты различаешь две прелоты. Нет, подожди, подожди. Я еще раз хочу заметить, что текстуально я пока сейчас не знаю, где и как можно. Может быть, мы можем найти, может быть, нельзя. Я на самом деле сильно люблю. Это долго и сложно занять. Но если подумать логически, единственным способом на самом деле Бог мог воплотиться в теле Иисуса, в виде духа. Больше никак. И различение духа и тела. Происходит отсюда? Нет. Смотри, ты говоришь, ты приводишь в качестве основания для различения души и тела то, что Бог есть лишь дух, но не является телом. Но я-то говорю про человека. А я... Человек есть единство души и тела. Я согласен. А я говорю о том, поскольку на самом деле в Иисусе Христе воплотился Бог в виде духа. И поскольку на самом деле Он тем, Иисус из Христос, как Бог спасает нас постольку, поскольку в Нем Божество воплотилось. Через Божество Он обожил тело. Ну, это я просто богословие пересказываю. И тем самым как бы вознес его на небо. И отсюда следует, что мы точно так же обожились постольку, поскольку мы приблизились к естеству Христа. И это означает, что мы тем самым тоже как бы внутри себя должны разделить на вот то, что как бы от Бога вот эту душу или дух. И то, что как бы остается от этого мира. То есть мы на самом деле не разделяем в себе, потому что мы как бы подавляемся Христу для того, чтобы спастись. Такой вопрос. А вот в Иисусе Христе есть человеческое тело, Божественный Дух. Что еще? Человеческий Дух еще есть. Совершенносвятый Дух. Есть развлечение изначально есть. Может текстуально его... Но это развлечение... Ты так говорил о другом, что душа и тело могут быть разделены. Не просто различены в некотором единстве, а могут быть разделены. Что тело это часть мира, а душа это часть надбирного какого-то. Я говорил о том, что мы чувствуем внутри себя что-то разделены. Взял как бы и умер что ли-то. Мы только разделяемся когда умираем. Я говорил о том, что мы внутри себя чувствуем, что некую неотмирную душу, неотмирный дух, и чувствую наше тело, которое от мира сего. Вот есть нечто, что от мира сего во мне и подчиняется законам этого мира. Никуда деваться не может. А есть нечто, что внутри меня, моя воля с ней связана, дух мой, душа, что неотмирно. И я чувствую между ними некое противоречие. В любом моем желании присутствует это противоречие. Он всегда должен соизменяться своими возможностями и способностями. Ну, хочу полететь, а не могу, понимаешь? Вот тебе, пожалуйста, прямой противоречие. Я не помню, была ли такая христианская елисть, но это платонизм чистой воды. Да, это может быть и платонизм, но я считаю, что как бы возводить христианство исключительно как и иудейским корнем, это просто неправильно понимать христианство. То есть, это не родилось на почве только иудаизма. Она родилась действительно так же и на почве христианства. И не даром, ой, на почве этого, античной философии не даром он по-гречески написан. И действительно, так вот, есть же такие следы, которые утверждают, что христиансство родился из двух источников. И второй источник, как полетонизм, действительно присутствует, но изначально присутствует. Присутствует изначально и без него невозможно. Покажи мне эти исследования. Ну, хорошо. Ну, понятно. Но, что-то я хотел такое заметить еще. Конечно, нет. Да, да, да. Вот эта вот неотделимость души от тела, она, конечно, наследуется от иудаизма, но надо заметить, что здесь христианство взяло от иудаизма не все. Потому что в иудаизме, например, осталось представление о крови, как переносчики души. Ну, это я даже не знаю. Ну, я тебе точно говорю, да. Вот почему для иудеев мясо должно быть ускровлено. Потому что оно содержит душу живого существа. И почему, когда человек погибает во время теракта, крайне важно собрать всю кровь, которая из него разлетелась вокруг. Потому что это ему душа, это до сих пор, это представление, живет и здравствует в иудаизме. Ну, это хорошо. И его даже следов нет в христианстве с самого начала. Просто я хочу сказать... А эти ребята свидетели иеговы, которые отказываются от переливания крови? Ну, это просто гораздо более новое событие. в общем, да, этот момент они явно из иудаизма прямо таки взяли. Просто суть вопроса состоит в том, что как бы в вопросах самочувствования человека, самоопределения, самопонимания, да, как и в любой, как и в науке, собственно, да, все идет от того, что приносятся новые различия, приносятся. В иудаизме эти различия еще не сделаны. Это просто говорит о том, что иудаизм более наивный, более примитивный религий. Вот и все. А как бы в христианстве эти различия сделаны. На самом деле это неизбежно рано или поздно в любой религии, в любом понимании человека должно быть сделано. А я тебе говорю, что это разделение, оно есть лишь наносное из греческой философии. А почему? И для смысла самого христианства, наоборот, вредно. С тем вредом, который несет это представление, христианство борется веками и до сих пор борется. Просто это ведет неизбежно к ложным совершенно учениям до сих пор. не нужно. Если христианство спасается человек вместе с телом, в чем состоит само христианство? Когда оно не нужно. Как не нужно? В чем смысл христианства, если у нас на самом деле дело? спасается. А в чем смысл? Да? Да? Ты не поверишь в спасение? То, что спасается, конечно. А ты считаешь, что спасаться без тела? Отвечая на твой вопрос, спасение как метод, которому человек может следовать и тем самым спастись, в христианстве действительно отсутствует. Он приближается к этому. Совершенно верно. Для спасения должно произойти усилие с двух сторон. Со стороны человека и со стороны Бога. Что он увидел старания. Совершенно верно. Общая концепция такая, что он сделает нам навстречу шаг, но мы должны к ним. Остальное сделает Бог. Да, совершенно верно. Но мы должны пойти. И вот христианское учение, оно описывает вот эту часть, естественно. Вот все эти заповеди, посты, ля-ля-ля. То есть ту часть, которую мы можем выполнить. Совершенно верно. Возможно. Да, только эту. Но мы должны понимать, к чему мы идем. Мы идем ко Христу, к живому Богу. Игорь, а вопрос тогда следующий. А вот когда происходит танец Святого Причастия, когда в пищу употребляется хлеб, который становится телом? То есть если душа и тело не разделены в Иисуса Христа, тогда вот тот самый хлеб, который мы при части употребляем, есть и тело Христова? Да, безусловно. То есть в целом настоящее тело Христова. То есть этот самый чувак был совершенно прав, что… Давайте, к слову, богословские такие уже действия… Святого Причастия, она же нужна… Дело просто в том… Дело просто в том… Отхождения по большому… Знаете, что буду утверждать? Я буду утверждать, что всякая религия, которая утверждает о спасении тела, есть язычество. Никакого другого понимания язычества нет. Вознакомились. Да. Просто язычество. Оно и состоит в том, что спасается человек. Мы тоже везде же спасаемся. Везде есть всегда спасение всегда. Только с телом, да, вот во всем своем многообразии. Это означает, что все мои… Все мои наклонности, страсти и прочие требования тут точно так же нужны. Точно так же будут спасены. Я обожаю. Да, да. Все, 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 все составляющие моего тела, все, все, что есть. А у меня, наоборот, все, что сказали… Зави хоть одну веру языческую, в которой это учение есть. Учение о спасении. Учение о спасении. Учение о спасении. Учение о спасении. Нет. Просто с потрохами. Еще раз, да. Учение о спасении есть везде. Просто есть… Так, назови хоть одно. Нет нигде. Это, кстати, уникальная особенность христианства, что там есть учение о спасении. А так вообще его нигде нет. Как так? Ну так. Вообще. Но учение о бессмертии, там, это и есть учение о спасении. Не-не-не-не, тогда это просто мессендистянин, что называется. Учение о бессмертии души — это не учение о спасении. Да нет, ну я же... У гудистов есть мессендистянин, а бессмертия души. У гудистов есть, я об этом только и говорил. Ну, это... А одни какого спасения, еще раз, нет. А одни... Концепции такой нет. Еще раз, одни спасаются с помощью кого-то. А это другое. Да какая другого, везде... Спасение, тогда что понимаете? Вот я тоже... Дело же не идет в механизме того, что одни через Христа спасаются, а другие как-то по-другому. Вопрос идет о том, что человек не умирает, а что он на самом деле как-то будет жить. Так вот в буддизме, простите, и там маленький кусочек тебя спасается для тех, кто перерождений. Ну, совершенно верно. То есть там происходит нечто противоположное. А потом... Ты исчезаешь совершенно. Нирвана — это полное исчезновение тебя. И, собственно, там... Вечная жизнь — это как бы проклятие. Совершенно верно. Так нет, я еще... Но смысл... Чего хочет человек? Жить вечно буддист не хочет. Истинный буддист. Он хочет исчезнуть. А настоящий христианин — жить вечно. Спастись. То есть у них разные вещи спасения, но они для них есть. Да, но вечно жить в христианском смысле. Жить вместе с Богом. Просто вот это вот, да, спасение в смысле переход в модус существования, где ты будешь рядом с Богом... Ну, в заветном, да? А? В заветном. Почему-то. Ну, в некотором роде, да? То есть просто ведь это то существование, которое будет после конца света. Да, оно в чем состоит? Что просто человек будет явным образом рядом с Богом существовать. Видите? То есть там Бог — Дух, как бы, а рядом с Духом такой витает, такое человеческое тело. Ну, а что? Ну, я не знаю. Ну, наверное, вы философы же все. Материя и Дух, они же там просто сочетаются. Вот тут же идея, как бы, пульта. А вот здесь, как бы, сам пульт. Ну, у вас же все весело. Такие философы здесь собрались, и нету вещей. Нет, у тебя это штука, вещь, вещь вместе с пультом. Ты чего там? Нет, ну, у вас же все просто, на самом деле. Душа в пульте вместе с пультом. Сначала давайте придумаем какую-то безумную концепцию бестолковую, а потом будем думать, как бы ее вот так сочленить, чтобы все концы... Они проще ли сказать, что если Бог — Дух, то человека только Дух и сохранять? Слушай, а еще проще оказаться в ДНР? Да дело не в этом. Дело не в этом. Дело просто в самом строительстве системы. Наверное, христианство не возникало уже как система. Да ты тоже полагаешь, что значит... По костюме возникло потом. И при счастье, хлеб становится телом. Да, христианство. Это какая разница? Знаете, я вам не знаю, это счастность. Нет, я, может быть, соглашусь, что более действительно логичный концепт, что человек спасается исключительно как Дух, а не как тело. Но из этого никак не следует, что пока мы здесь, ради спасения нужно любыми средствами свое тело угнетать. Это никак не следует. Никто об этом не говорит. Да как же. Аверики там эти... Но, Брайан, просто если ты как бы движешься к Богу, то неизбежно приходишь в конфликт с вражду с миром. На столб залезаешь и конфликтуешь там с миром. Стоишь и конфликтуешь. Комары... Так все-таки, а те люди, которые занимались спасением там тысячи людей, они конфликтовали с миром? Не знаю, я не вижу, что они конфликтовали. Кто? Ну, не знаю, ну, те, кто... Вот, я не знаю, эти врачи... Вот, например, монах, который уходит в монастырь, он с миром конфликтует. Ну, монах, он конфликтовал. А, допустим, Мать-Тереза не конфликтовала с миром. И Мать-Тереза точно так же конфликтовала? Не, но она конфликтовала. Ну, конфликтовала, ну, в смысле, да. Ну, как, она очень сильно и много конфликтовала. В чем вопрос? Я просто хочу пояснить контекст. Вот то, что излагал Булат, оно как бы... Откуда растут ноги у современных борцов с ИНН и прочими печатями ада? Оно растет из очень простого обстоятельства. А нищие считают так, что страдания в мире являются условием спасения... Да. Условием... Не, не, это, как... Благоприятными условиями. То на самом деле, как бы, душ... Мы тогда... Ну, может, было бы опять психологически... Страдания в мире являются естественным состоянием каждого спасающего. Мы тогда хорошо чувствуем... Да. Что я и говорил. Не, мы тогда хорошо чувствуем себя с точки зрения христианина, да, вот чувствуем себя дух, когда наше тело угнетено. То есть... Вот. Я считаю, что это совершенно ложная посылка, из которой вытекают, соответственно, ложные выводы в виде вот этих вот суевелий, о которых Булат говорит. Это моя позиция. Булат считает, что это все нормально. Вот. Поэтому отвечать на твой вопрос, ну, вот у нас будут разные ответы. Ну, давайте как бы... Я считаю, что человек, страдания в мире не являются условием для его спасения. Скорее наоборот. Мера его положительного продвижения по пути к Богу, о котором я говорил, вот важно, сколько он прошел по пути к Богу этот человек. Страдал он при этом, не страдал, несущественно. Они-то ищут страдания, как страдали. Булат говорит, что он неизбежно будет страдать, если он будет идти по этому. Он говорит, что он будет страдать, когда пойдет по этому. А не факт, что ты будешь страдать, то ты найдешь путь. Это не путь. Ну, конечно. Ну, мало ли, мазохист какой-то, пальцы себе режут. Значит, эти ребята просто немножко запутались. Мазохисты. Нет, давайте не будем их так понимать. Почему? Нет, они иногда где-то вычитывают у себя в книгах и считают, что они по этому пути должны идти. Да, потому что они вычитывают, что-то воображал. Потому что есть же представление о христианстве, оно же очень простое. Ты должен страдать христианство, ты должен ходить к причастию регулярно, ты должен выполнять остальные таинства в церкви. И это является формальным условием. И это является условием спасения. Что ты, как доктор, иди за кому-то помогаешь, это не важно. Это на самом деле не важно. Важно к причастию ходить. Это важно. То, что ты говоришь, это закончится. Когда ты определенный выполняешь культурал, так бывает. Я точку зрения излагаю. Это важно. Вот например, важно ходить к причастию и важно к таетству исповедей. Но это формальное христианство. Это формальное христианство. То есть, еще, ты рассказываешь опять же не мою точку зрения и какую-то свою. Потому что я-то не об этом не говорил. То, что ты расскажешь, это формальное христианство. Оно никакого отношения не имеет к тому,чему якобы. Я говорю про на это. Кое усилие душою и устремляется к Богу и на этом пути неизбежно приобретается уродо лещение И они тоже, они тоже все душевые стремляются к Богу. Кто сказал, что человек, который считает, что важное в его жизни, это таинство... Давай проверим, так это или нет. У него на работу ходит, но нельзя служить Богу и мамонь. Потому что он, если бы на работу не ходил, больше бы Богу служил. Ну, он, конечно, грешен. Дело не в этом. И так можно по любому пункту. Конечно, грешен. Любой человек грешен. По любому пункту возникает дилемма такая, понимаешь? Потому что совершенствование в Боге, оно бесконечное. Любой человек грешен. Но благодаря таинству святого причастия, таинству исповедения, другим таинствам, мы можем... Ты рассказываешь про магическое христианство. Про формальное магическое христианство. А я рассказывал про... Инонановское христианство, оно как раз и формально... Нет, нет, это не правда. Почему? Ну, потому что нет. Ты точно так же... У тебя есть святое причастие, такой вот такая же магический арист. Магический агт, непонятная магия. Ты думаешь, если мы явление упростим, как бы, и просто его отбросим, то оно тем самым перестанет быть... Это станет понятно. Я пытаюсь понять это явление изнутри, на самом деле. Игорь, ты, безусловно, прав в том смысле, что вот это формальное христианство, оно является, как бы, то, чем никак не собираются быть вот эти ребята, которые были с усыненными. Вот чего они точно не хотят? Они не хотят быть формальными христианами. Но в данном случае, как я считаю, они... Ну, я уже договорил много раз, да. Они просто совершают ошибку. Они путают причину и следствие. Они путают, так сказать, привходящие обстоятельства и думают, что они должны быть обязательны. Все. Поэтому некоторые... Некоторая разница есть. Я-то, я-то хочу сказать, что они совершают, они ошибку. Вот человек, который просто ходит причастлив... Ведь согласись, согласись со мной, что для нормального церковного человека как бы выполнение, следование христианским заповедям, выполнение, скажем, всех таинств в церкви, да, является достаточным для спасения. Но вообще-то отличается от этого, от иудаизма. Выполнение закона является достаточным условием для спасения. Ну, когда законничество... Когда пресмертное выполнение таинства исповеди и пречищения, оно у тебя спасает, избавляет от всех твоих проблем. Я однозначно... Или это законничество исполнения. Всполнить закон на самом деле, и достаточным для спасения, это законничество. Почему нет тогда? Достаточно. Есть что-то, что ты твоим противоречив? Ну да... А что? Ну, сам смысл христианства, который состоит не в том, чтобы соблюдать обряды, или даже не в том, чтобы участвовать в таинствах, а в том, чтобы достигнуть самого Христа. И вот, надо понимать, что это главное. Таинства, они могут как бы... Я с тобой согласен. Они с помождества, а не только с помождества. Потому что, если помогают. И самое главное в христианстве является, как достичь самого Христа? Тем, что есть тело его и пить кровь его. Ну, они все пытаются... Нет, не так. Ну, не так же это. А почему нет? Сами вот это... Представьте, можно одной моменты достичь. Быть преступником, разуверенником, в том разы. Это безусловно, да. А если еще после этого, после того, как ты отметил тело Христа, еще воздерживаться от хождения по большому в туалет, то это вообще можно спастись очень быстро. Ты все пытаешься... Знаешь, есть такое простое явление... Заши... Нет, простое психологическое явление закрыться от чего-либо. Да, это сначала то, от чего хочешь закрыться, а пошли как-нибудь. А потом сказать, ну, раз оно такое пошлое, можно на него внимания не прижать. Да почему? Ну, потому что это не так. Потому что христианство, оно нечто искреннее, а не формальное. Понимаешь? Оно некое внутреннее движение. А что может быть искреннее? Вот в этому таком... Ну, что может быть? Желание пойти к причастию и чувствовать себя после этого... Ну, ты, если заметишь, на самом деле, ты полчаса пытаешься это вернуть там. Понимаешь, услышал там где-то какой-то анекдот. Ты пытаешься все этот анекдот вернуть, понимаешь? Почему они тут? Хочу объяснить, что в волне таинство. Все уже слышали, все уже слышали. Твоё отношение к христианству все уже поняли. Тебе внутреннего не приемли. Тут ситуация проста. Ты христианин? Нет. А я христианин. И я тебе, как эксперт, говорю, что то, что ты сказал, что простое следование таинства гарантирует спасение, я говорю, это не так. Просто как эксперт. Понятно, что в массе есть людей, у которых самые невероятные суеверия на сей счет. И мы можем рассказывать этих анекдотов про то, что ходить, не ходить, с какой стороны подходить, какой, получить благодать и все такое прочее. Понятно, что суеверий масса. Но если мы говорим не о суевериях, а о смысле этой веры, то вот она такова. Что она не магическая. Подожди. Не в том смысле, что она, скажем так, не только магическая. Ты хочешь сказать, что она не только магическая? Да. Ты же магическое начало не отрицаешь? Ну, если мы понимаем... Чудо-творное его... Чудо-творное его... Есть и есть дух. Представляете, что есть дух. С этим духом связаны какие-то явления. Но, кроме магии, есть еще чего-то, еще некое дополненное содержание. Угу. Да. Да. Но ты-то же сказал другое. Я так сказать сказал, что кроме магии ничего нет. Вот именно. Да. А я еще хотел бы добавить... Кроме магии ничего нет. Добавить, да, вот, что... Есть некое психологическое состояние, да, помимо вот содержания и прочего. В котором только и возможно, чтобы человек внутренне как-то развивался. Вот если человек... Ну, просто так устроит человека. Если человек находится в комфортном состоянии, да. Если, как бы, все его потребности, скажем так, удовлетворены. Если, в принципе, как бы, он не видит никакого, там, на себе гнета, там, страдания и прочего, то он ничего делать не будет. Так устроит человек. Он просто ляжет и будет смотреть телевизор. Не будет, он не спасся. Есть какие-то... Ну, слушай, слушай. Ну, бывает такое, да. Ну, в массе своих... Нет, конечно же, я же говорю уже сейчас, в данном случае, как бы, в массе. В массе своих человек ничего делать не будет. Так устроено, это чисто биологическая природа человека, что человек, на самом деле, как правило, это всегда гоним некой необходимостью. Если нет этой необходимости, да, вот, если этого нет, этого погоняло, то человек ничего не делает. Он просто ложится и ничего не делает. Буквально подтягивает конечности. И, в каком-то смысле, христиане это понимают интуитивно. И они сами себя стимулируют, чтобы что-то делать. Это я сейчас говорю не с точки зрения христианина, да, вот как бы со стороны немножко, да, пытаясь понять, зачем христианину нужны вот эти вот напасти, да, зачем ему нужны вот эти вот трудности, да. Трудности ему нужны для того, на самом деле, чтобы он немножко вот задумался, да, чтобы он мог, как бы, вот, как-то соритироваться, о чем-то начать думать, куда-то какие-то действия начал предпринимать, да. Точно так же, когда, например, у нас со здоровьем проблема возникает, мы начинаем какие-то действия предпринимать, чтобы восстановить ее. Точно так же и с душой. Нам нужно на самом деле что-то, чтобы нас стимулировало. Может быть не всегда, может быть не для всех, конечно, осталось. Я согласен. Но в массе своей это так. И поэтому интуитивно христиане это понимают, что вот такая вот внешняя стимул, такой нужен. И вот эти вот страдания, ведь на самом деле, возможно, и такие существуют христиане, которые считают, что пострадать за 300 просто пострадает. Да, неважно как. Это уже само страдание как бы уже освещает. Да, уже само страдание ощущает. Да, это ясно, это ясно. Уже даже и такие, наверное, есть. Я ведь, Игорь, все еще хочу сказать, что вполне возможно, что магии-то вообще нет. А если одно сплошное упование просто. Ведь ты же не можешь двигаться по пути к Богу вне некоторого ритуала. Согласись, что это почти невозможно. И этот ритуал дается верующему для того, чтобы хоть что-то было, чтобы у него было хоть какое-то упование. Тогда у тебя нету Таица Святого Причастия, магии, нету. Смотри, какая штука. Еще от волны, как вам нет. Смотри, какая штука. Там возможно-невозможно двигаться по пути. Тут вопрос исключительно, по-моему, такой психологический, как выражается, было. То есть, вот, для меня это хорошая помощь в движении к пути. Да. В движении к пути. Но магии нет тогда. Вы это помнишь, либо магия? Нет. Это магия в том смысле, что я действительно верю, что происходит весь этот таинственный символический событий, которые заключены в таинствах. Ну, это же не метафора. Ты хочешь сказать, что это метафора, что ли? Не метафора же. Ну, вот я с другой точки зрения хочу сказать, что именно метафора. Не, ну, какой была бы вера, если бы это была метафора? Ну, понимаешь, если твой аргумент состоит в том, что без этих метафор невозможен приход, как бы, достижение цели христианской, ты это хочешь сказать? Нет, я сейчас хочу сказать уже противоположную точку зрения. Я до этого говорил, что тут только магия есть, да? Ага. А теперь я хочу сказать, что как раз магии совсем нет. У тебя есть некоторый путь, а где в качестве упования, в качестве поддержки выполняются некоторые ритуальные движения. Но они только метафора. И ничего другое. Ну, вот такую протестантскую точку зрения сделают. Что самое главное, это путь Христа, это подвиг, помощь люди, ничего, чего-нибудь. А все остальные таинства, они выступают, прилагаются при этом в качестве метафоры. Кстати, по поводу Иллова, там... Ну, метафора слишком легкая, слишком легкая концепция в данном случае. То есть я бы сказал так, что человек может достигнуть вне вот этих вот соблюдения формальных процедур. Ну, доктор Виза у тебя как? Ну, она, да, она, наверное, путишная. Она, наверное, путишная, но не выполняет. Почему не выполняет? Она выполняет. А, в смысле, что вот в этих пистолетах... Да, 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 да. Нет, она же не магическая. Я уверен, что если она по этому пути и так и пойдет, не выполняя всю магическую сторону дела, она придет туда, куда и я иду. Ну, ты... Ну, ты... Ну, для некоторых людей нужен костыль. Ну, если они вас... Не то, что... Не то, что он нужен, понимаешь, но вот у меня он есть. Я этим костылем пользуюсь. Я не такой гордый, чтобы отказаться от него, сказать, да, 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 я сейчас справлюсь. Вот. Я пользуюсь этим костылем. Я не гордый. А как насчет того, что никто не приходит к Богу, кроме как через Христа? Ну, так через Христа же, не через... Ну, как вашего доктора Ризы, куда она приходит? Так она и через Христа, но не через церковь. Так она же верующая. Ну, да. Еще раз, как бы, что делами не спасается никакая плодь, да? То есть спасается вера, да? Там и только через Христа, через признание того, что он является спасительным и прочее, если следовать букве. А, можно? Да. Но ведь, наверное, не важно понимать, что это... Спасителя зовут именно Христос. Важна сущность, наверное, понимать, а не именно, что это определенный Христос, который жил на рубеже до нашей эры и нашей эры. Я думаю, не обязательно понимать именно точные факты. Он же не простой Христос, он же единственный... Да, но если теперь есть этот Дух Божественный, то, мне кажется, тут уже неважно понимать, кто когда жил, сколько был апостолов, и тому подобное вещь. Просто есть еще такая вещь, как... Ты согласен? Нет, есть еще и такая вещь, как гордость житийской тщеславием. Человек может совершать добрые дела, исходя из тщеслави, исходя из гордости, исходя из того, чтобы люди говорили, какой он великий человек. Мы об этом не знаем. Да, да. Нет, возможно, она гонима какой-нибудь страстью. А может быть, она просто так деньги зарабатывает. А как христианин знает жизнь? Я не знаю. Я же... Я ее не хочу судить. Я просто не знаю. Я просто говорю, что на самом деле много является фактором, мы можем придумать интерпретации, почему человек... Нет, нет, нет. Она есть еще кто-нибудь уже, да. Но ведь также христианин, знающий отлично всю Библию, может тоже из тщеславия лезть. Может. Он любой человек может. Это... Это никак не... Из того, что человек вдруг почему-то признал Христа, он может точно так же действовать и тщеславие. Это вполне тоже возможно. Да, но тогда это еще больше греха. Путь узкий. Понимаешь, вопрос состоит в том, что вот есть некий узкий путь, как бы, и по нему трудно идти, то немногие его находят. Его трудно найти. Тут надо как бы много что должно сойтись. Не обязательно те, которые отрицают, отрицают, как бы, эти... Выполняют, скажем, Таинство подчастия заданный пирог. Ты еще скажи, кверхногами, как сатанисты делают. Да, кверхногами скажем. Игорь, я... А это, думаю, нет. А это никак. Да, даже сатанисты не знаю. Мы сидим как бы, вот как бы партия зла, да, и партия добра. Как будто бы специалист. Стих упал в другую партию, да? Явно, я на это, это бесовщина. А ты здесь у нас, это, в качестве стихи. Что странно, они по правую сторону, а я по белую. Нет, нет. А Одесская дама? Нет. А, а там точка отсюда. Конечно, конечно. Можно, точнее, мы вообще с этим, у нас есть задачи, допустим, осудить людей, отрицающих ННН, или оправдать их действия. Нет, нет. У нас нет задачи полемики, просто мы что-то говорим. Нет, у нас полемика есть, но другая. Мы пытаемся их понять. Мы пытаемся их понять. Есть люди, которые на самом деле себе ухудшают жизнь, берут, отказываются от паспорта. А я думаю, вот... Вот зачем они это делают? Надо их понять. Вот, я пожаловал понять, у меня уже такая стратегия выстрела, что можно понять их. Вот есть такие люди, которые не пошли по стези вот такой, мирской. То есть, они с проблемой ННН даже не встретятся. Им паспорт не нужен, чтобы поехать на поезде. Они сели в глуши, поезд им не нужен. То есть, проблем для них просто нет. А есть такие, которые, ну, мы не можем уйти в глушь, у нас, допустим, уже дети, да, мы должны быть как-то вот в мире. То они просто не хотят брать еще один грех на душу, да? То есть, кроме того, что они живут в миру, они просто говорят, ну, я ННН-то не буду брать, чтобы еще вот себя как-то не порочить, да? Ну, в принципе, можно взять. Но сделать какое-то другое хорошее дело. То есть, ну, говорю, скомпенсировано. Я просто не стал жесткие вещи рассказывать. Потому что, если ты ее надзял, то ты уже сразу ват. Там уже есть у них и перегибы. У них там есть такие высказывания, которые льют мельницы на дьявольскую сторону. если две нога, я все-таки, я в выполнении, так это тоже сразу ват уйти? Да нет. Нет? Нет, нет. Влад, если бы они были последовательны, они должны от языка отказаться. Между прочим, как бы, вот, иссихазм, где есть такой иссихазм. Но это вообще другое. Давайте вот не будем их сваливать вон. Да, это просто другая, наверное, тема. Но факт состоит в том, что мы, я просто действительно хотел просто попытаться, насколько я могу, насколько я знаком с христианством, попытаться понять этих людей. Потому что, ну, если люди так поступают, и видно, что они это делают искренне, они с каких-то там корыстных целей, там, тщеславия, гордость, или что-то еще. Для показухи может быть, да? да. То есть, если они вот себе вредят, зачем-то, да? Они усложняют себе жизнь. Зачем они это делают? Их понять нужно. В Кащенко много таких, чисто. Не, 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 они не сумасшедшие. Я еще раз, я начал с того, начался. Не много, они не сумасшедшие. Это целое направление в православии, современном, проблемы, эти проблемы обсуждались на далекомном уровне, да, вплоть до архиерейских соборов. Это все не пустые вопросы. На самом деле, внутри православия это серьезная тема, она до сих пор обсуждается, как бы. Какие-то есть уже решения, да, все как бы, общественность разделился на два лагеря. Обсуждать нечего. То есть, просто понятно два решения, которые, ну, вместе не сойдутся. Поэтому есть те, которые принимают и не считают это ничем ужасным, есть те, которые принимают. Все, обсуждение давно закончилось. Нет, это ты сказал выводы, а есть некие основания, почему делать это не так, а не хотят против еще один грех. Вот и все. И понять это можно или очень-то просто? Это вопрос структурки. Нет, ну как это? Это не мог бы сказать.